Каждый раз я вспоминаю детство, помню это место. По 12 мы устали там драться. Взял моё футбол, в этом нету толку. Ну а Яшу втащил ему легонько. Это он, дурак, ошибался, зачем он нарывался? Вот так вот, ребят, мы играли в войнушку палками. Я думаю, вы понимаете, о чём я. Ностальгия. Не было нёрфганов, бластеров. Не, ну может они были, но пацанов во дворе ни у кого не было. Слава богу, сейчас всё это есть, и можно полноценную войнушку воссоздать. Ставьте лайк, если играли в войнушку. Посмотрим, сколько нас. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. Сегодня у нас ребята, которые воссоздали игру в реальную жизнь. Будет очень эпично. В смысле, до самого конца. Поехали. Самые господа многоуважаемые, начинается у нас всё в каком-то ангаре. Видимо, какой-то полигон, либо же секретная лаборатория, где какой-то учёный начинает что-то создавать. Ааа, это Пэкмен, да? Я сразу вспоминаю ту игру на старых телефонах, да, где нужно было от них убегать в 2D. Её, честно, уже немножко подзабыл. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, о чём я. Он, видимо, его и создаёт. Ага, и он станет реальностью, как мне кажется. Интересно, интересно. Что же будет? А, вот так вот, да? И зачем он это делает? Очень интересно. Активирует его, да? Понятно. И он начал ехать. Точнее, плыть по воздуху. И какие же он команды будет выполнять? Интересно. Может быть, нужно поймать какого-то преступника, либо же нехороших парней. Не знаю. Можно только догадываться. Но, в принципе, технология ясна. Парни, в какой-то секретной лаборатории воссоздал этого, так сказать, персонажа из видеоигры. Ну, не сказать то, что это персонаж. Это просто робот из видеоигры. Только в реальной жизни. Посмотрите, какой он огромный. Он больше его сделал. Да. Был маленький, стал большой. Опа! Какая-то критическая ошибка. Что-то пошло не по плану. Он бунт устроил. Пытается и остановить. Выдергивает все, все провода. Но это, видимо, никакого толку не дает. И... Он погиб от тока. А Пэкман... А, нет, нет, нет. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Все хорошо. А Пэкман просто убежал. Потеряли его. Он потерян. Надо его найти. Опа! Все, я вспомнил. Мы Пэкманом едим какие-то шарики. А вот эти ребята против нас. Они нас останавливают, если мы на них натыкаемся. Все, я вспомнил эту игру. Хорошо. Они сейчас должны его поймать. Интересно, интересно придумали. Согласитесь. Прикольненько. Погоня пошла. Улицы пустые. А, нет, нет, не пустые. Ох ты ж. Заметили в новостях Пэкмана. Огромный, непонятный, просто мистический, инопланетный объект появился на улице. Даже около Кремля. Посмотрите. По миру начал путешествовать. Да ладно. Заметили во всех странах. Прикольно. Прикольно. Его должны поймать вот эти парни. Честно, я забыл, как они называются. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. Его должны поймать в скором времени. Несколькими неделями спустя. Ага. Все-таки прошло достаточно много времени. Все-таки его не поймали. Еще. И, видимо, этот парень с лаборатории продолжает искать. А, все, наткнулся на него. Хм. Видимо, наверное, только выехал и сразу увидел. Нормально, нормально. Возвращается домой, нет? Или не возвращается. Или он хочет его поглотить. А, он по какой-то траектории едет. Как он его поймает? Мне очень интересно. Как он это сделает? Братан. Надо просто, наверное, его не упустить. А, или стоп. Или это погоня за ним. А, он его, так сказать, сагрил на себя. Заманивает в ловушку какую-то. А, вот. Все-все-все-все-все. Все-все-все-все. Он заманил его к этим ребятам, которые могут его остановить. Интересная погоня. А, да-да-да. И, смотрите, такие дорожки, как в той игре. Заманил его. Да-да-да-да-да. Все хорошо. Вот такая огромная махина. С какой-то... С 60 км в час, наверное, едет. Или 30, или 40. Не могут его поймать. Бэкман в реальной жизни. Интересно. Ну и... Как быть? Все. Двое за ним. Увидели его. Почти, почти, почти столкнулся с ним. И что дальше ты будешь делать? Я не пойму. Это было близко. Он попал в машину. Что? Они все-таки его не остановили. Дальше, ребята, у нас Майнкрафт. В реальной жизни, посмотрите. Рубит. Интересно. А, такие маленькие блоки, что? Хм. Вот это задумочка. Палка. Верстак. Почему они такие маленькие? Палка. Дальше. А, все, я понял. Ты создаешь кирку. Прикольненько. Хорошо так придумал. Алмазный блок. Ребята, вы знали, что в бордюрах алмазы? Никогда не видел. Может, вы видели? Да, был, да, был. Красава. Еще создает. А, алмазную кирку. А, нет, алмазный меч. Я понял. Сейчас будет сражаться раз кем-то. А, зомби, зомби. На, получай. С одной ногой. Не сможешь меня. А, шлем упал. И, ребята, это зомби. Это зомби, конечно же. Нашествие зомби. Майнкрафте в реальной жизни. Ну, почему-то зомби появляются днем. Они должны погибать. Зомби с автоматом. Прикол. Автомат в Майнкрафте, ребята. Вы знаете, как его создать вообще? Если не ошибаюсь, то это два железных слитка, три палки и два золотых слитка. Если я не ошибаюсь, ребята. Все закладывайте, короче, в верстак, потом в печку и получаете. В общем, он защитил свою деревню от зомби. Лазерный меч Star Wars и Майнкрафт в реальной жизни. Мне очень интересно, как он их разрежет. Да ладно, прикольно, прикольно. Классно так. Надрезы такие делают. На две части. Супер. Вы только посмотрите. Отбивает все стрелы. Аскрит просто разлетелся. Там нечего просто резать. А что в Крипера? Что внутрь Крипера? А нет, он просто его выкинул. А-а-а. Забрал. Ну? Ну? Давай, быстрей! Ну, зомби этого держит. Сжал голову. Я в каком-то заброшенном... А зачем ты бросил? Я не понимаю. А, он возвращается. Продолжение Пэкмана! Посмотрите! Это доктор жив. Как вы помните, его проглотил этот Пэкман. И на этом все закончилось. Они его не поймали. Он продолжает по миру... Бродить, ходить. И поглощать все на свете. Определенно, это мешает безопасности. Обычным гражданам мешает спокойно жить. Нашел его как-то. Я, конечно, не понял, как он возродился. Или это вообще другой инженер? Знакомый в Индии уже оказался этот Пэкман. Прикольно. Все, нашел его, да? Кушает дерево. Вдалеке, около залива. Уже в Индии. И снежевая вначале была в Америке, да? А теперь другой... Исследователи, видимо, его ищут. СРПГ. Ты хочешь действительно его таким образом остановить? Да ну, братан. Мне кажется, не получится. Вообще никак. Да даже не попал в него. Ты только на себя его заманил. И теперь берегись. Он за тобой поехал. Давай, беги, братан. Что ты делал вообще? Давай, 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 быстрее. Самое главное, быстрее. А почему ты не можешь свернуть? По воде. Или стоп, он тоже по воде ездит? Над водой. Я просто немножко удивлялся тому, что, знаете, вот в фильмах только бегут по одной траектории. А за тобой что-то там летит, там, падает, и все в этом роде. Они никак не могут свернуть. Удивительный момент для меня. Эпичности воссоздали, конечно. Он не понял, что это был... Что? О, вот это Пэкман. О, дает Пэкман. Ребята, мне очень интересно, им вообще смогут остановить или нет? Да, какой-то очень талантливый инженер начал воссоздавать какого-то робота. Потом что-то пошло не так. Там, выключили свет, знаете ли, там. Или... Утечка какая-то. И этот робот взбунтовался и ожил. Начал мстить всем. Непонятно каким образом. Если он даже в него никакой программы не заложил. Хотя, может, заложил и пошел сбой какой-то. В общем, это не понять. О, Пэкман, уклоняйся быстрее! Это было близко. Что, и ракетница? Да ладно! Ты что, собьешь вер... Собьешь вертолет? Что? Да ну! Этого парня потеряли. Да ладно, вот это опасный Пэкман. Стойте! Это он и есть, это доктор! Как он остался жив после этого столкновения? Вроде бы он скушал его, не? Опять возвращается к своей клюкве. Продолжает кушать сильно. Не думал, что... Пэкман питается клюквой. Что? Зачем ты на меня смотришь? Я так понимаю, после этого он получил ракету. Ракмана уничтожил. Классно, ребят, оказаться, знаете, в игре в реальной жизни. Согласитесь. Ребят, если вам действительно все понравилось, ставьте большущий полисер. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, чтобы ничего не пропускать. Жмите на эту точку, чтобы подписаться. Посмотрите вот эти видосы. Этот специальный вас это еще одно классное. Видео про игру в реальной жизни. Тыкать и вы не пожалеете. Вам уверен, понравится. Счастья, ребятам, здоровья. Берегите взять на себя и своих близких. С вами был Ка всегда. Я Рай. Будьте счастливы. Будьте здоровы. Хорошего вам настроения. Увидимся уже в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok